Красивая мама, красивые сердца, школа самозанятого мастера. Это благотворительные проекты, организаторами которых выступили те, кто привык отвечать за красоту. Полтора года назад бьюти-мастера объединились в ассоциацию и сообща стали делать добрые дела. О том, кому помогли и чем, наш следующий материал. Визаж и перманентный макияж. Поле пяти лет бьюти-индустрия – основное занятие Оксаны. Чуть больше года назад появилось еще одно увлечение. Визаж и стал руководителем благотворительных проектов. В сентябре месяце мы также посещали Майнский детский дом, собирали мастеров бьюти-сферы, именно парикмахеров, которые постригли детей к первому сентября. И мы решили к Новому году также организовать небольшой праздник и создать такую акцию, как «Мешок Деда Мороза». Книги, настольные игры, наборы для творчества и рукоделия. К сбору подарков для воспитанников детского дома подключились бьюти-мастера, представители клуба «Добряков», один из книжных магазинов Ульяновска и клиенты тех, кто вошел в Ассоциацию предпринимателей индустрии красоты. Мы целый год реализовывали наши большие проекты. Это школа красивого бизнеса и дом красивого бизнеса. Это обучение самозанятых мастеров, обучение руководителей салонов, битву салонов, фестиваль индустрии красоты, пробуждение, а благотворительные проекты «Красивые мамы» и «Красивые сердца». Предприниматели, связавшие свою жизнь с индустрией красоты, не скрывают. Ковидные ограничения негативно сказались на прибыли. В среднем выручка упала на 70%. Но вместо уныния выбрали созидание, а вместо конкуренции – сотрудничество. Замечательный проект «Школа красивого бизнеса» придуман инициативными людьми, активными. То есть это проект про объединение предпринимателей индустрии красоты. Это проект про дружбу, про взаимопомощь. Я была куратором проекта от общественной палаты, участвовала во многих мероприятиях, которые они проводили. И проект, понимаете, помогает реализации проекта только то, что предприниматели индустрии красоты объединились. В канун Нового года оценивают результаты этого объединения и чествуют тех, кто был самым активным в его сохранении. И, конечно же, строят планы на будущее. Они красивые. Благотворительные проекты ульяновских бьюти-мастеров готовы запустить в соседних регионах. Гульнара Шарипова, Александр Рассохин, Вести Ульяновск.